В Петербурге стартует 11-я по счету международная неделя моды Аврора Fashion Week. С момента основания она является одним из главных светских событий города. В северную столицу съезжаются многие представители фэшн-индустрии, но и такие светские мероприятия не обходятся без скандалов и конфликтов. В преддверии шоу генеральный продюсер мероприятия Артем Балаев подал иск в прокуратуру на Александра Соколова, основателя крупнейшего фото- и видеоресурса Geometry.ru, за оскорбление и клевету. Дошло ли дело до судебного разбирательства, выяснил корреспондент Life78 Елизавета Чичерина. Балаев отстой, слил все бабки вместо того, чтобы на дело их потратить. Трижды в своем интервью отстоем Александр Соколов, создатель крупнейшего фоторесурса Geometry, называл продюсера неделю моды Аврора Fashion Week Артема Балаева. В разговоре с дизайнерами, обсуждая тусовку мира моды, Соколов обвинил Артема, что тот тратит деньги неправильно и вообще не приглашает его на первые ряды своих показов. Балаев, конечно, прочел это интервью и подал в суд за оскорбление и клевету. Я не хотел бы с ним конфликтовать, не хотел бы с ним встречаться, обсуждать это. Просто решил подать в суд и посмотреть, насколько такой метод борьбы с хамством работает в нашей стране. Это абсолютно трусливый поступок трусливого человека, как и кто он есть. Значит, у него уже нет ни чести, ни достоинства позвонить мне и напрямую поговорить со мной, если его что-то не устраивает в том, что делаю я по отношению к нему. Как утверждает Саша Гео, неприязнь между ними уже давно. Несколько лет назад его компания хотела стать информационным партнером Авроры Fashion Week. Но контракт так и не подписали. Кстати говоря, в мире моды существует негласное правило – не сотрудничать с конкурентами. Он говорит, нет, вы работаете с дефилино-невек, и поэтому я с вами работать не буду. Балаев отстой, это понятно. Потому что он своей деятельностью не развивает культуру, а наоборот, вражду он вносит. Любезностями публичные светские персоны обмениваются довольно часто. Иосиф Пригоржин назвал Анастасию Волочкову политической проституткой. А потом еще и заявил, что лучше быть голубым, чем спать с Волочковой. Рэпер Тимати обвинил Диму Билана, что он на сцене пел в состоянии наркотического опьянения. Ну а конфликт между Балаевым и Соколовым – один из немногих, который дошел до судебного разбирательства. По делу даже проведена лингвистическая экспертиза. Слова «отстой, мудак» и «подонок» – никаких оскорблений не было. Это была шутка. Я бы с удовольствием вызвал бы его на бой, и как следует бы его на ринге, так сказать, показал бы ему, что такое быть мужчиной. Любой, даже такой несерьезный скандал в мире фэшн-индустрии и шоу-бизнеса лишь подогревает интерес фанатов и почитателей моды к обоим участникам конфликта. Надо сказать, что спор между Артемом Балаевым и Сашей Гео разгорелся как раз-таки накануне старта «Авроры Фэшн Вик». Елизавета Чечерина, Артем Осин, Рита Львова, Life78.